Маков.нет. Максимальные скидки только для подписчиков AppleInsider.ru. Вслед за головоломкой Prime World Alchemy, компания Nival продолжает попытки по завоеванию наших мобильных устройств. Причём в этот раз выбор был сделан в пользу уже хорошенько заезженного жанра Tower Defense, в котором, казалось бы, уже невозможно придумать что-то новое. Но нет, кажется, Nival знает, что нужно игроку для счастья. Что же, давайте вместе посмотрим на Prime World Defenders. Поехали! Придумать что-то новое в этом жанре сложно. Не испортить то, что уже было придумано, тоже сложно. Поэтому к играм такого жанра я попросту отношусь с некоторой долей подозрения. Хотя даже и некоторые свежие проекты доказывают, что жанр себя ещё не исчерпал. В общем-то, нужно отдать должное смелости разработчиков. Не побоялись ведь пойти туда, где уже полным-полно конкурентов. Вы знаете, когда мы говорим об играх, графика — это тот аспект проекта, который рассматривается нами в последнюю очередь. Однако же в случае с Defenders начать хочется именно с неё. Во-первых, игра трёхмерна, что для Tower Defense, прямо скажем, нетипично. Во-вторых, игра смотрится просто здорово. Камеру можно крутить и так и сяк, настраивая угол обзора наиболее удобным образом. Сами игровые арены тоже построены в 3D. То есть на одном уровне некоторые участки могут быть выше или ниже других. Более того, если уж мы говорим об уровнях, то стоит отметить, что здесь разработчикам удалось внести достаточно свежие идеи. Например, на поле может быть клетка, на которой башня будет получать бонус. Например, у неё повысится скорострельность или урон, либо же путь, по которому идёт волна монстров, можно преградить башней или камнем, и тем самым перенаправить врагов под огонь других орудий. Башни, само собой, в лучших традициях жанра можно улучшать. Причём происходит это очень интересным способом. Во-первых, всю игру вы будете коллекционировать карты с башнями, магическими заклинаниями и улучшениями. Какие-то из них будут необходимы по ходу игры, какие-то нет, тут уж решать вам. Те, что не нужны, можно либо продать за серебро, либо же использовать как ресурс для апгрейда текущей коллекции карт. После того, как ваша карта с башней эволюционировала, её апгрейд будет доступен уже на поле боя. Враги несутся на нас волнами. Номер волны с пиктограммкой типа соперника отображается в верхней части экрана. Тут же можно позвать в следующую волну, если вы чувствуете, что текущую вы уже почти вынесли. За это, кстати, полагается бонус в виде прайма. Это одна из местных валют. На неё мы строим и улучшаем башни на поле боя. Количество прайма отображается в левом верхнем углу. Там же и количество здоровья. Каждый пропущенный монстр уменьшает это число. И если этот уровень достигнет нуля, то арену придётся переигрывать заново. На основной карте мира вы будете двигаться от задания к заданию, попутно встречая боссов, которые так и хотят распотрошить все наши запасы прайма. Причём с первого на сколько вынести этих самых боссов получается совсем не всегда. Бывает так, что вот этот вот леший просто проходит через всё игровое поле под огнём башен, забирает то, что ему нужно, и также спокойно возвращается туда, откуда пришёл. Поэтому к этим ребятам нужно приходить подготовленным. Тут, кстати, окажутся очень кстати дополнительные миссии, на которых и можно прокачаться, улучшить колоду и снова бросаться в бой. Играть интересно. Башни и враги имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому нужно учитывать эти особенности и комбинировать свой арсенал, использовать магию, улучшать башни и заклинания, корректировать путь врагов, по которому они двигаются, занимать специальные клетки, которые улучшают характеристики башен, да много чего ещё на самом деле. В то же время игровой процесс не перегружен лишними и совершенно никому не нужными деталями, что не утомляет игрока, но в то же время свежие идеи прибавляют игре интереса. Стоимость Prime World Defenders в App Store составляет 169 рублей за универсальное приложение, что, вы знаете, не является ни в коем разе завышенной ценой. Редакция plansider.ru рекомендует. А на этом всё, друзья. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх и делитесь мнением в комментариях. Пока-пока.